МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Транспорт на Нововокзальную вернут в ночь с 15 на 16 сентября. Об этом сообщили в администрации Самары. Сейчас из-за ремонта тепловых сетей движение ограничили на двух участках Нововокзальной. От Фадейва до Московского шоссе по направлению к последнему и от Московского шоссе на участке протяженностью 50 метров по направлению в сторону Новосадовой. Уточнили в городской администрации. Движение общественного транспорта номер 55, 96, 205, 272 и 295 организовали по временным схемам. Схема движения трамваев, трасса, следование которых пролегает по Нововокзальной, останется прежней. Горожан просят с пониманием отнестись к ограничениям, связанным с подготовкой тепловых трасс к работе в осенне-зимний период и заранее планировать свой маршрут. К концу лета по программе формирования комфортной городской среды отреставрируют Крымскую площадь. Большую часть работ уже выполнили. Рабочие установили арт-объект «Ялтинский маяк», который многие знают как достопримечательность Крыма, и начали строить металлоконструкцию Воронцовской ротонды. Сейчас осталось только положить плитку, установить деревянный каркас, и тогда еще один символ Крыма станет узнаваем. Кроме установки арт-объектов, подрядчик также занимается укладкой рулонного газона с автополивом и озеленением территории. На площади планируют высадить более 250 деревьев и кустарников, среди которых туи, ели, вязы, липы, клен, можжевельник и кизильник. Синоптики Самарской области зафиксировали экстремально низкую температуру воздуха. В ночь на вторник, 30 июля, в регионе был побит абсолютный минимум. Об этом сообщили в Приволжском УГМС. Самую низкую температуру воздуха удалось зафиксировать в «Авангарде». Она составила плюс полтора градуса, что на пять градусов ниже, чем в 1972 году, когда был зафиксирован предыдущий показатель. В Кенель-Черкасах ночью столбик термометра опустился до трех с половиной градусов, а в Безинчуке плюс четыре с половиной градуса. В Сызрани был побит рекорд столетней давности. Температура опустилась до плюс шести градусов. Также абсолютные минимумы температуры воздуха зафиксировали в «Аглосе» – плюс шесть градусов, на «Водевичем» – плюс пять градусов, в «Большой Глушице» – плюс пять с половиной градусов, и в «Тольятти» – плюс шесть градусов. Пока это вся информация. Будьте в курсе актуальных новостей, смотрите программу «События» на телеканале «Самара ГИС». Све вам добро, до свиданья.